Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но это у нас структурный образ, который мы записали Образ, который выбрало название себя Как раньше говорили, название Этот образ мы называем так А теперь мы будем разбирать Помните, как в первом классе в школе Каждую буквочку учили И по несколько букв учили То есть и у вас будет Каждый урок Вы будете изучать по несколько образов бухти И тут же, чтобы это закреплялось Образная структура Мы будем разбирать Именно словопостроение Сам смысл Глубинный, образный Который не все буквы Который не знают Уже Ни священнослужители Есть в христианской цепи Которые до сих пор пользуются Старым буквенным сводом Старым уставом Я имею в виду То, что у них церковнославянский Хоть они и учат Азбуки в виде глаголей Для того, чтобы Прочитать текст И разобрать его Но образности Ни у них, ни у филологов В современности Уже не осталось Самообразность Нашего родного языка Или, как говорили Родной мови Мови Осталось только у староверов Ясно, да? Поэтому Начинаем Самое первое Тема Глубинные образы буквиц Тема Глубинные образы буквиц То есть Мы записывали В общих чертах Для глаголического текста Если вы помните Для глаголицы Здесь Глубинные образы буквиц Но Глаболица Она появилась Маленько позднее И там структура Глаболицы Идет Как образы Взаимосоединения Если вы помните От богов К людям Наполнения И прочее Древнеславянская буквица Которая вот мы изучаем Она на основе Древнейшего Святорусского Письма Поэтому Мы сейчас И будем Уходить В глубины Языка В глубины Значений То есть Одну из структур Мы уже Разобрали Это Структура Одну из структура Бог живущий На земле И что Сотворяешь То есть Сотворяешь Но это Как бы Общий образ Когда мы Говорим Азу Мы Упоминаем Кого Тебя Как потомка Богов Боги наши Хоть предки наши А мы дети Поэтому Если у кошки Рождаются кошки У плана Рождаются Слоненок У волка Рождаются волчонок Так и у богов Рождаются боги Которых Они Сотворяют Но Это Не единственная Структура Это Общая структура А какова же Глубинная Изначально То есть Эту буквицу Мы можем Расписывать Очень 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 Долго Но Я Покажу Вам В нескольких Примерах Как Идет Изменение Заметь В отличие От советского Языка В древнеславянском И святорусском Языке Гласных Буквиц Больше То есть Сначала Олимпийские Монахи Кирилл и Мефоди Затем Днезья Цари Они Делали Обрезание Языку Днезья Кирилл и Мефоди Были Греки Могли Греки В глубине Знать Русские Жизни Они Воспринимали Его Просто Созвучит Князья Воспитанные В греческой Культуре И цари Они Они Тоже Не Знали Не Говоря О Иуде Начатке Для Него Это Вообще Был Сюжок Поэтому Глубинный Образ Кроме Того Что Это Означало Бог Живущий На Земле Или Как Мы Говорим Человек Имел Еще Глубинное Изначание И И Сток И Сток Единственный Или Единственное То есть Здесь Множительная Форма Уже Другая Цель Образ Он Мог Видоизменяться Образ Мог Видоизменяться В Каком Случай В Том Случай Если Другой Образ Повествующий Имел Другое Структурное Глубинное Значение И Чтобы Эти Два Образа Я Везу Словие Они Взаимодействовали Их Надо было Что Согласовать Между Собой Смышл Понят Поэтому Вот Это Гластящие Образы Повествующие А между Ними Были Образы Согласующие Сейчас Мы Имеем Это Просто Как Формулировку Гластные Буквы И Согласные Но Согласования Бывают Различные Поэтому Согласующих Букв Больше И Заметьте И каждая Из них Тоже Несет Свой Образ Образ Согласования Понятно Да Поэтому Как Мы Сейчас Говорим Простым Музыком Согласны Букв Больше Но Заметьте Когда Я Вам Рассказывал Что Руны Помните Разбирались Нигу Света Каждый Последующий Образ Влияет На Презыдущий Поэтому Допустим Слово Руническое Читалось Звукорядик В одну Сторону А Образ Его Структурного Значения Читался В обратном Порядке Ясно Так и Здесь Изначали Единый Исток Человек То есть Вроде бы Образы Различны Но Суть У них Одна Дальше Изначали Исток Но Это Что Еще Означает Это Означает Движение Направление Именно Данному Образу Точка Из которой Пошли Лучи Лучи Содержащие Глубины Образа То есть Как вот У нас Допустим Поднимается Газ В воде Исток Изглубины Он Поднимается Сверху Так и Глубинные Образы Путем Согласования Между собой Они Оно Имеет Как бы Однородную Структуру Однородную Структуру То есть Как бы И Можно сказать Единственную Форму То есть То что Было Прежде всего Поэтому И Чехловое Значение Если вы Помните У нас Было Что? Единица То есть Единая Структура То есть Заметь Опять Возвращается Единая Единый Изначалье Исток И мы Получили Понятие Откуда У нас взялось Численное Значение Мы Еще Будем Возвращаться И Будем Видеть Как Вот Это Раскрывается Ну Сейчас Я Убираю Все Записали То есть Оно Больше Я Вот Эти Вот Слова Изначали Единственный Итог Человек Бог Живущий На Земле Думайте Бог Живущий Он Один Правильно Это Это У нас Все Вышло В одну Форму Дальше Этот Образ Будет Раскрываться То есть Не Пытайтесь Понять Что Вот Мы Записали Несколько Названий И Это Есть Образ Нет Это Все Своим Отвязи В Едином Кучке Второй Образ Которая Впоследствии Заменили На Муки Но Замей Мы Разбирали Что У Второй Буквицы Нет Числового Значения Почему Нет Потому Что Бог Сможен То Есть И Образ Данной Буквицы Означает Множество Превосходящую Форму То Есть Множество Превосходящую Форму Та форма Которая Как бы Преобладает Преобладает То есть И Вдвоем Отвять Как раз И Идет Что Давайте Рассмотрим Только На этих Двух Буквицах Знакомая Да Ба Знакомая Инсулинка Выражение Почему Здесь У нас Превосходящая Изначальная То есть Сверх Поэтому Выражение Ба У нас Звучит В удивительной Форме Для человека Удивляется Как это Вот Есть Нечто А тут Появилось Сверх Сверх Того Что Было Вначале И Поверх Него Еще Что Ба Заметьте Я повторяю Эту Сверх Как бы Согласовал Его С такой Же Формой Смотрите Здесь Аз Влияет На Воги То Есть Как бы Человеческое Над Чем То Удивили Но при этом Опять Божественное Пошло Влиять На Первое На Человеческое И у нас Уже Образ Поменялся Удивленный Чем Божественным Созданием То есть То Что Проявило На удивление Новую Множественную Форму То Еще Единое Добавилось Поэтому Баба Это то Что Проявило Сверх Того Что Мы Имеем Новую Такую Же Божественную Форму Жизни Поэтому Бабой Кого Назвали Женщину Родившей Ребенка То И Ребенок Это Потом Богов Поэтому И говорили Про Женщину Что Она Обабилась Стала Бабой Но Когда Стала Бабой Когда Родила Продолжителя Продолжателя Божественной Формы То есть Баба Назовалась Женщина Которая Родила Мальчика Которая Родила Девочка Ее Как бы Назвали Молодкой Молодца Молодуха Но При Этом Это Заметьте Ограшается Не только Нашего Языка Эти Формы Они Существовали И в Других Языках Я Убрал А В конце У меня Получилось Баба То есть Множественная Собирается Перед Множественной Либо Жерственная Собирается Перед Божественным А вот Этот Единый Исток Он Находится Между Двумя Между Двумя Согласующими Системами Двумя 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 Мирами Таким Образами Двумя Эти Точкой Перехода Точкой Перехода Назвала Дверью Врата эта форма была доступна и понятно не только нашим предкам то есть вот она гласит она гласит сообщает что вот я единая но по обе стороны множественные отсюда и как врата допустим ассирийцы между речью город где находились врата бога которые связывали божественным мир земным они его называли баба баба л л или баба л потом уже на е ал это у нас все помните вавилон я знаю вот тут что как бы соединяющий то есть разобрались а по ходу правда она и согласует гласную между собой и согласует структуру то есть здесь они друг друга дополняют согласно единому другое у нас же здесь что преобладание чего-то а эта структура она осталась то что вот это несет образ сверх чего-то это я оставлю одну букву боги одну букву боги и поставлю допустим точку используем эту структуру мы ее используем смотрите я ставлю точку но заметьте не как болгин я ее буду использовать а допустим пишут что получилось большая медведица то есть преобладающая большая видите здесь сама буквица раскрывает в данном контексте что преобладание то есть слово больше а раз есть больше тогда это есть что-то и меньше то есть до сего момента осталась эта форма но многие ее будем говорить используют на подсознательном уровне то есть любому человеку вот запиши б . медведица и он без труда прочитает большая медведица почему а потому что это не просто придумано вот боги буквы да буквы что их множество буквовник да букварь но она уже указывает что это у нас написано где но в нашей родовой памяти и поэтому это напишет человек живущий на севере но это же сможет прочитать человек живущий на юге почему а потому что это все исходит из одного языка а так как множество множество не может поддаваться конкретизации много это значит много когда мы не говорим конкретизации поэтому числового значения у нас как бы и нет следующее нет . . . Веди означает так же. Множество, так же означает множество, только здесь, если Боги множество неопределённого, то Веди это множество определённого. Преобладание. То есть, допустим, многое мудрости, многое знания. Мы говорим это всё ведомо. Преобладание. Это же означает и собранное воедино. Это же означает собранное воедино. Определённость. Направленность. Это же означает и связующее. Связующее звено между двумя системами. Просто двумя системами. Ну, допустим, связующее звено между прошлым и будущим. Понятно, да? Между светлым и тёмным. Между излучающим и поглощающим. То есть, это взаимосвязь. А взаимосвязь. А взаимосвязь она всегда чем-то наполнена. То есть, это не просто точка рекосновения. Это какое-то наполнение. Вот заметьте. Вот у нас есть какая-то одна сфера. То есть, мне проще вам объяснять. На сферах это будет наглядно. Да? Есть ещё одна сфера. Заметьте. Вот это будет связующее. То есть, если это у нас прошлое, это у нас будущее. Заметьте, будущее. Б. Преобладание. То есть, вот есть сейчас, а то, что будет сверх этого, это и будет будущее. А вот это связующее, взаимосвязь, накопление. То есть, не одной точкой, но одно перетекает в другое, как через врата. И вот этот наполненный объём мы называем настоящим. Вот есть что-то стоящее, стоящее. А это прямо на нём. То есть, собрано всё. И если я даже возьму другую структуру. Здесь у нас будет, допустим, изначальный брак. А здесь будет чистый свет. Чистый свет. Вот здесь будет не сумерки, а здесь будет много свеки. Многоцветия. Многоцветия. Или многоцветия. То есть, цвет мы уже как бы разложили. Там чистый свет. А здесь мы его разложили на множество. Это очень простая форма. Чёрные, белые, между ними серые. Между чёрным и белым, мы помним, у нас это разложили. Поэтому мы и говорим многоцветия. То есть, поэтому Веды. Это не только мудрость. Это не только знание. В нашем информационном понимании. А это весь спектр всего. И цветов, и запахов, и вкусов, и ощущений. Всё Веды вмещает себя. Три. Ну, раз. Веды. Так как вете, приедем. Веды соединяет. Сколько у нас структур получилось? Три. Три. Поэтому и числовое значение. Три. Веды ещё означают стройственное значение. Числовое. а ой структуры правильно три но соединяет как оброта между собой их три что выключение два вот есть одна есть вторая между ними мы можем сделать большой можем превратить его в точку соприкосновения то есть поэтому и говорят то что было мгновение назад уже прошлое то что будет через мгновение уже будущее поэтому настоящего как бы и нет здесь только точка есть только миг поэтому веда раз соединяет прошлое и настоящее может она связывается вот наших предков с кем с потомками через кого через нас то есть мы являемся точкой точкой которая передает мудрость подсов независимых предков тому нашим потомкам мы являемся точкой передачи являемся вратами и 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 направление то есть когда человек глаголит он свою мысль направляет на кого-то То есть есть какая-то система изначального. Система есть собранного и то систему, куда это всё надо передать. Именно можно сказать, что это поток. Нет, поток движущегося изначального в каком-то определенном направлении. То есть, допустим, когда мы сглаголим, изначально будет наш уста. Вторым значением будет сам поток. То есть, наша речь, наш глагол. И третий, он же не в пустоту уходит. Он находит чьё-то окончание, то есть уши принимающие. Когда человек просто говорит, его никто не слушает, говорят, он балакает. Но не глаголит, да? Но не глаголит. Поэтому, если есть точка полноты, откуда пошло, точка полноты, что передаётся, допустим, веда, и то, что воспринимает. И одновременно глагол, глагол, он подразумевал тройственность. Глагол подразумевал тройственность, то есть передача. Звуковой формы. Звуковой формы, образной формы и сокрытой формы. Покрышой, то есть тайной. Мы об этом и говорили. Мысль. Поэтому здесь у нас и будет числовое значение 3. А теперь это можно разобрать и в данной форме. Га. Га. В современном понимании это путь, движение, поток, идущий от изначалия, от своего истока. То есть то, что началось где-то, и она идёт потоком. Но если мы только его не оборвём, то есть не поставим ему предел, а образ утверждённого истока свыше, то есть незыблемости. Вы думаете, утверждённый исток свыше, тай. Помните последний месяц? Тай лет. Месяц завершения. Так если я утверждённый предел поставлю впереди, у меня получится тайга. То есть конец пути. То есть конец потоку проторенному, установленному. И заметьте, но это окончание предела, я его поставил впереди, перед га, стай. А если я поставлю твёрдость пути, при этом сотворённого, мы получим гадь, проторенный путь, то есть сотворённый путь, сотворённую дорогу. Гадь, проторенный путь, сотворённый путь, наложенный, надеянный, работанный без разницы. То есть, поэтому на болотах всегда что прокладывают гаки? Ты заметьте, беды, это же не просто то, что передаётся от предков к потомкам. Предки-то кто? Боги. Правильно? Знаешь, беды, это мудрость, уходящая за предел нашего понимания. Да, то есть, между тем, что мы знаем, чем не знаем. И заметьте. Я убираю и поставлю вверх. Гавкаешь. Гавкаешь. То есть, один человек к другому. Что ты гавкаешь? Гавкаешь. Гавкаешь. То есть, то, что он произносит, выходит за сферу понимания данного человека. что я lightweight. Гавкаешь. То есть. То, что вышло из сферы восприятия. И сферы понимания. Поток от изначального ушел в веды. То есть в далекую мудру. Мы можем брать она огромадную. Собака гавкает. Собака гавкает. Но она сообщает то, что находится за гранью твоего восприятия. Но заметь. Собака, когда ты ей говоришь что-то, она тебя понимает. Иногда сидит, слушает. Ты говоришь, принеси тапочки, и она ушла, принесла. Но когда собака что-то прогавкала, ты не понял, что она хотела тебе сказать. И пока она тебе чашку не принесет в зубах, не покажет, кормит. Собака умнее. То есть не собака умнее. И собака умнее. Вы заметите. В обиходе представители Южных республик называют чурки дубовые. Или осиновые и прочее. Вот. Нет. Я не про это говорю. Чурки дубовые. Там простых истин понять не могут. Но заметь. Русский человек говорит на одном русском. На своем родном русском. А они спокойно говорят. Хоть и картава. На русском, узбекском, таджицком, дари, парси, узбекском, киргизском, казахском. То есть у них получается, что при том, что они как бы дубовые, при этом они как бы и языков больше знают. Здесь не об этом говорить. Они находятся совершенно на другом уровне восприятия. То, что они, будем говорить, ближе к природе, ближе к природе, заметьте, это же советское звать их из степей, из полей вывело, да? Вместо юрты им многоэтажек понастроило. А до этого они не находились в природе. То есть общение происходило с природой. И поэтому, когда говорят, о, узбек сидит с бараном, разговаривает. И баран его понимает, и узбек понимает барана. То есть это говорило о чем? Но для нас этот разговор будет как гавканье. Это что-то про гавкал барану, баран что-то про блеил узбеку. Мы дойдем, мы что-то разбираем. То есть... Сергей Александрович, более детально, в Веде в данном случае пополняется служба. В Веде в данном случае не означает как мудрость. Здесь. Вы заметите, основные образы, они преобладают в начале. Помните, на первом-втором курсе я вам говорил вкратце о коруне. Допустим, руна Ка. Если у нас в буквице А первая, то там руна Ка. И она означала единство, союз, объединение, вбирание в себя. Но когда она стоит в самом начале, когда она стоит в конце, она означает одно из множеств. Допустим, Ка-Ра. Кара. То, что вобрало в себя сияние, свет. А когда стоит в конце, означает одно из множеств. Мама выглядывает. Рака. То есть то, что не вобрало свет, а перестало излучать свет. Ракой называли... Что? Место куда? Клали усопшего. И в Библии даже есть. И не называй своего брата рака. То есть пустой человек. Почему пустой? Потому что он уже не излучает. А пустой рака в смысле у мертвых. То есть как труп. Понятно, да? Здесь же, как веда мудрость в одном и противоположно, ушедшая за грани понимания. То есть это может быть и мудрость, но она находится за гранью нашего разумения и понимания. То есть совершенно вектор другого направления. То есть как бы по ту сторону. Получается, в виде вначале один смысл имеет концерт, в концовке другой. Будет в середине другой, в середине другой. Как от центра будет говорить, поток идет. Вот смотри. То есть записать, что в середине, что в конце. Мы к этому дойдем. Зачем это сейчас записывать? Мы еще только четыре буквицы из сорока девяти. А мы с этим будем постоянно сталкиваться. И оно у нас все равно будет, как правило. Вот смотрите. Вот изначальный исток. Допустим. Ведущий оттамки. И вот мы. Заметьте. От изначального истока до нас, не говоря до наших потоков. Если это просто свет. Спектр его постоянно меняется. Даже от Солнца. Свет, который попадает на Меркурий, он один. Свет, который доходит до Венеры, в верхних слоях Венеры, он совершенно другой. Доходя до нашей Медгар-Земли, он третий. Днем мы выходим, и что мы видим? Какое небо, да? Голубое. А на Марсе уже желто-красный это она. То есть спектр другой. Так и сама буквица, в зависимости от того, где она в Солнце стоит, спектр ее восприятия плюс образы влияния соседней буквицы. Мы идем, и что сменяют и отходят. То есть, здесь, понятно? Далее. Добро. Добро. Образ. Добро. Добро. Это и приобретение, и созданное, и находящееся над чем-то. Приобретение, и созданное, и находящееся над чем-то сверх того, что есть. Добро. 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 А теперь, пожалуйста, сравните. А раз, это у нас, смотрите, есть целостность, раз, два, три, и оно на чем-то, и, допустим, полное развитие гармонии у человека, у нас что? Развилось тело, душа, дух и совесть. Сколько элементов? Четыре. То есть, добро будет означать в числовом значении четыре. И заметьте. Когда у нас что-то преобладает. Преобладает, заметьте, над изначальным, над человеческим, над божественным. У нас это всегда звучит в утвердительной форме. Потому что, раз оно приобретено, значит, оно уже существует, оно уже утверждено. Поэтому мы говорим, да, добро и аз, преобладающее над изначальным. Раз оно уже появилось. Преобладание. Но, заметьте, если я поменяю образы местами, где добро не преобладает над изначальным, а изначальное, изначальное, исток, находится над чем? Над преобладанием. Исток. То есть, преобладание находится ниже истока. Ну, если пространственно, смотрите. Вот, заметьте. Вот поверхность земли. Так? Посмотрите сюда, пожалуйста. Вот поверхность, вот точка исхода. И когда она у нас преобладает, мы говорим, да. А когда это добро, оно ниже точки исхода. То есть, оно еще не проявилось. Но оно находится там, где-то, за гранью, мы говорим, ад. Ад, как противопоставление, то есть, находящееся до божественного человечества. То есть, его как противоположная структура. Поэтому, мы говорим, до сих пор, ад. Это русское слово. Потому что, допустим, многие говорят, нет, это еврейское. В еврейском нет слова ад. У них слово адес. Шоу. У греков это называется аид. Как бы аз, истекающий из дэ. Аид. То есть, куда спускается. В латыни это инферно. Инферно переводится как аз. Но, будем говорить, есть еще одно западное. Хэл. Это то, что не относится к Богу. Если как Эл божественное, то Ал. Все, да? А Хэл ад преисподне. Они переводят. Разобрались? То есть, видите, азу. Азу. Гласящий. И четыре согласующих. Создают различные структуры. Допустим. Аб. Ва. Они совершенно различные. Ав. И. Ва. Аг. Ига. Если Гауна в путь, то Аг будет означать безпутья, находящийся где-то внизу. Поэтому Агнез будет. Не только. Агнез. Это находящийся где-то там. То есть, поэтому Агнезом называли кого? Не барана, а еще маленького, неразвитого. То есть, не получившего опыта жизни. То есть, Агнез. Игненок. Агнез. То есть, он неразвит. Но заметьте, у нас леги. А в христианстве, если не ангелы, а если мы будем читать... Аггелы. Агни-йога. Агни. Есть Огонь, а есть Агг. А потом НИ. То есть, то, что мы там будем разбирать, относится к другой системе. Это мы потом разберем. Дальше. Аг и ДА. Мы пока только разобрали простые слоговые формы. А? Числовое значение, Петрович. У вас изначальная структура, глаголь, да? Точка, откуда выходит, как прошлое. И точка будущая. А между ними, точка настоящего. Откуда поток переходит. То есть, смотри, вот просто линии потока. Но у любого потока есть начало и есть конец. Раз точка, два точка, а сам поток как три. Понятно? Так. Сейчас. И держать чуть. И потом продолжим. Следующее. Второй урок. То есть, мы работали в первом уроке пять букв. Пять. Боги не имеют числового значения. Боги бесчисленные. У каждого народа, у каждого рода свои боги. Поэтому. В перерыве Доброгорд задал вопрос. Как формулировать более подробно еще? Га – это путь. Кто-нибудь рисовало понятие АГУ? АГУ – это как бы одна из структурных форм. То есть, одну мы разобрали, АГУ делали. Те, кто находятся ниже нашего истока. То есть, нашего рождения, нашего восприятия. АГУ – это не только поток, уходящий под точку. Это тоже самое, уходящий за грань нашего восприятия. Потому что, если мы поставим мысли те, есть такая у нас буквица, мы ее потом будем. Мы получим МАГ. То есть, МАГ – это и человек, мысли которого уходят куда? За предел общедоступного восприятия. Но уходят, как и в глубины, где в глубинах находится точка изначалия. То есть, не наша точка изначалия, где мы живем, а точка временного изначалия, где жили наши предки. То есть, видите, если АГУ уходит просто куда-то и оттуда стремиться к изначальному, к нашему. То МАГ – это мысль, уходящая. Тот, человек здесь, как видите, уже влияние с двух сторон на АС пошло. Тот, который мысли и мысли уходят изначально в древний поток МАГ. Уясни их, ведь. Поэтому и переводили слово древнеперсидского, ну или как его сейчас, современный его вариант партий, как жрец или МАГ. Многие переводят МАГ как волшебник. Но это уже опять не то. Потому что в современном понятие тоже. То есть, сейчас упростили. МАГ – это волшебник, вообще-то фокусник, иллюзионист. Тот, который умеет создать иллюзию мою. Но он использует какие-то недоступные, нижненные, то есть, уходящие вниз, не в современном понимании нижненные, а глубинные какие-то формы. Для того, мысли иллюзиями. Вон да. Сначала у него, прежде чем создать иллюзию, должна появиться мысль. А потом уже. Жрец – это служитель культа. Жизнь – рекущий жрец. Но в Персии маги говорили о знаниях и жизни, как правило, в прошлом. О прошлых жизнях, о прошлых воплощениях, о прошлых знаниях. Поэтому здесь, как по структуре образа, более расширено, оно подходит. Но переходим к следующей форме. Следующая форма у нас есть. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Нет, это не перед обедом есть. Чтобы сообщить, что мы собрались поесть, как мы сейчас говорим, мы не эту ем, а мы поставим бесит. Вот тогда это будет означать тропедничать, явствовать. быть. А вот это, это означает быть. Форма существования, бытия. нахождение в данной реальной форме, в данной реальности. Нахождение в данной реальности, то есть в проявленном состоянии. также нахождение в проявленном состоянии. Кроме того, данная буквица означает то, что имеет объем и восприятие. то, что имеет объем и восприятие. Зримое и чувственное. То, что имеет объем и восприятие. Восприятие, запитали. Зримое и чувственное. Одновременно это означает то, что находится в развитии. Да, он уже не в развитии. Он находится в состоянии покоя, в покойнике. Он как бы есть и его уже как бы нет, уже первые крови. Вот этот образ, помните, мы рисовали, чтобы разобрать земной шар. Мы рисовали эквазу. То есть вот это нам подвал. То есть мы это полностью изучаем и контролируем. Но этот мир, который находится ниже, для нас это же положительно, ну как земной шар, а ему противоположный, он как бы находится ниже уровня понимания. За гранью. Но он все равно, что есть. То есть есть какие-то элементарные частицы, есть какое-то элементарное существование, но оно есть. Оно бытует. Оно существует само по себе. И вот эта форма существования, она касается только планов восприятия. То есть мы применяем данную форму, когда мы хотим показать, что это существует и бытует только перед нашим сознанием, перед нашим взором. И это касается только земного мира. Это касается земного мира, мира, не связанного в наших пониманиях вселенским, божественным миром. Потому что взаимосвязанное с небесными структурами у нас, если вы помните, за это отвечает буквица 5. А вот здесь это все, что касалось именно земной жизни. Заметьте, я вернусь на секунду к Библии. Кто ли? Открываем этот еврейский религиозный трактат и читаем. Заметьте, я вернусь на секунду к Библии. Заметьте. 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 И назвал человек жену свою Хава. Видите, то есть здесь Хава, ее жизнь. Но заметьте, если у евреев Хава, почему в русском языке и в других языках Ева, а не Хава? Даже если Ха не произносится, получается Ава. Да? Хава. А почему Ева? Потому что, смотри, существующая земля, здесь форма и человек. То есть то, что появилось в земных условиях. То есть, что и небо на земле создало? Нет. Но земли – это небесные села, вращающиеся вокруг светила. Когда мы пишем на земле, это касается не только нашей земли, это касается всех земель. Но не связанных с небесами. Это у вас пробег, а это уже потом. Поэтому то, что зародилось в жизни человеческая в земных условиях, это и назвали Ева. То есть и перевели понятие как Ева. Но в латыни не пишут божественное, а если вы помните, в латыни, а латынь на основе русского, было что? Ева. Это уже потом в конце ставили вот такую буквочку. Видите? Видите? Это к всем образом. Поэтому и перевели, что Ева как жизнь, ну а в еврейском – хава жизнь. Питание жизни – хава на Ева. То есть, что мы имеем здесь? То есть, чьё-то знание, мудрость чья-то сотворила на земле жизненные условия. Поэтому не хава, а Ева. То есть, видите, переводчики древности, переводчики древности, они старались не дословно взять и перевести имя. Они старались ещё тогда и образом передать чужеродное. Но вы помните из юджизма первого курса, что жизнь земную человеческую символически обозначали вот так. И здесь показывали, что вот это, потому что непознанно, это у нас всё, я пишу латынью, Ева, А, АД, АД мы уже разобрали, да? И это всё перевели как просто человек. Не имя какое-то, а человек. И символ этот означал жизнь человеческую. Но это не придумано евреями. Задолго до появления евреев, что пять основ существует, знали индусы, знали китайцы. А почему они знали? А почему они знали? Потому что наши предки сказали. Задолго до появления евреев. То есть, помните, древо, земля, вода, огонь, металл. Помнили. Да? Да? Задолго до появления евреев. Хорошо. Да? Да? Да. 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 Пять элементов. Славяне это по-другому объясняли. Тело, душа, дух, совесть. Четыре элемента, составляющие человека. И это все находится где? Форма жизни. Во вселенной. Поэтому сколько у нас элементов? Тело, душа, дух, совесть. И вселенная. Пять элементов. Значение. Какое? Числовое. Пять. Пять элементов. КОНЕЦ ФИЛЬМА punishи? Пять элементов. Пять элементов. Пять элементов. Пять элементов. Ты Olympic, ты足首. Пять элементов. Ты algа. Пять элементов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Применительно... К определенной точке... Применительно... Продолжение следует... 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 здесь у нас что есть у нас ели мысли вкушать вкушали ели вкушали кушали трапезничали яствовали но это разное потребление можно еще сказать спировали то есть это у нас что при прием разнообразных тебя ведь материя это помнишь разной плотности энергии и свет как говорил вверх эфир понятно вкушали здесь соединяющие небеса с землёй что ели деревья мы разбираем старые связь земного и небесного если ты помнишь я и это у нас земное бытие это небесное связывающие небеса земле потом уже они придали другие значения мы разбираем изначально здесь ели здесь ели а вот это ели бутийная какая форма вкушали здесь деревья длинные чувственные а здесь нет а это форма труднообщая то есть предначали то есть то что предварительно начали то есть говоришь начали делать да еле еле начали да еле еле дошло то есть дошло на колокол совершенно то есть не совершенная форма здесь на уровне бытия так разобрались прямо через точку так и не кого предначали или стратег нет предварительное начальни то есть я просто ну можешь через точку через тире предначальни а во временном языке уже нет такого слова предначальни а там много чего нет так как реже задрежено и заметьте раз здесь многообразие многоплановость многообразность это можно передать числовой формой это невозможно передать числовой формой а раз это невозможно передать числовой формой то это в числовом варианте от начала хвоста то есть никакое то есть никакое кстати по образному построению еле еле предначали говорят древние боевые в рейтинге то есть начинаем начинаем и сурвайская сусловная что за следующую жизнь а следующую следующую что сурвай 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 Да, есть вектор через Докене, есть вектор через ЕСИН, через ЕСИН, можно попробовать. Сейчас, сейчас, сейчас. То есть, это все, заметьте, гласующие, гласные. И одну из вторых подняться в живот. То есть, у вас может стоять живете, но изначально так живет жизнь. То есть, данный образ означал не только жизнь, но существование различных форм жизни означал взаимосвязь, множество. Преобразование. Преобразование и преобразование. Преобразование. И зарождение и рост. Преобразование. 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 Возрождение и рост. А также означало достижение определенного предела. За которым появлялся новый путь к новому пределу. Понимаете, я вам просто как бы краткое описание, а это более глубинное. Жизнь как понятие, она много планов, многодетная, много субсидная и прочее. Даже когда человек показывает на своё брюшко и говорит, о какой у меня живот. Жизнь же там различная. Жизнь в определенных мерах, жизнь в определенных энергетических процессах. Трансформация, будем говорить, пищи в энергию. Отшлаковка и далее. Но это и на ботином уровне. Преобразование. 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 Это как бы предварительное изначальное создание. преобразование. Преобразование. Это преобразование. А преобразование – это изменение. Это изменение. То есть вы сначала преобразовываете, а потом вы уже его преобразуете, то есть меняете. Это в советской школе, у них даже слова «ложить» не было, поместить на ложе. И сейчас нету поместить на ложе. То есть на ложе они кладут. То есть видать на поверхность, сначала надо выковырить ямку, чтобы туда покласть. Ну правильно, многие дети говорят, назвать на таких учителей. То есть, опять возвращаемся. Так как множественная форма. Если здесь вспоминаем форма множества мыслей. Многоплановость, здесь множество кучи, многоплановость, многоструктурность. То есть здесь множество понятий жизни. «Разнообразие». 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 «Разнообразие» может иметь какую-то форму. Я имею в виду числовую. Нет. Но при этом разные образы. Видите? Которые структурированы, тоже могут как бы вливаться в систему. «Разнообразие» Следующий образ. Взял его. Взял его. Да. Дело означает весьма сверх, но не только. Дело означает образ во весьма сверх, но оно также и означает то, что находится сверх нашего понимания. То, что находится за гранью нашего сознания и воображения. Дело означает то, что нам неведомо. И то, что мы еще не познали. То есть то, что находится вне рамок восприятия. Оно как бы взаимосвязано, проистекает. Но чтобы это все уразуметь, надо развиваться. То есть оно не закрыто как таковое. Оно должно развиваться, чтобы мы могли это все познавать. Как хоть он сделал в образу. То есть очень весьма много. Но много чего. Ну нет, можно сказать из его борца. Но борца почему? Потому что ты до конца не знаешь то, что за ним находится. То есть сверху, а мы понимаем для нас понятие. Вот чаша, а все сверх чаши. Уходящая куда-то. То есть не стимулирует. То есть, не заметьте. Если вот наша форма бытия. Видите? Форма бытия. Есть. Она у нас что? Она у нас показывает, что это пять. А что выходит за грани пяти? То есть за пределы пятия. Взяло это выходящее за пределы формами пятия. Поэтому и числовое значение взяло шесть. Заметьте. Крастиане очень бояться числа шестьсот 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 шестьсот. А теперь. А теперь. Шестьсот. Это у нас что? 60 То есть для них Крест означает Христос. Кси – это Дух. Дело непознанное. А все, что непознанное, человека пугает. И поэтому, они говорят, это косой Крест. А пришел, ну, вот на таком Кресте. А это, как бы, наклоненный, перевернутый, уроненный. И он принадлежит кому? Противнику Христа. То есть антихристу. То есть для них Христос – это Солнце. Поэтому и он над головой всегда в солнечных лучах. А здесь стоит фир, то есть лунный свет. Лунный свет – это противоположное солнечное. Правильно? Отражение. Значит, если тот Христос, то это отражение Христа – антихрист. Это его Дух неведомый. То есть они боятся проявления неведомого Духа. Вот что для них 666. То есть 666 – это не проявление неведомого Духа. Здесь мудрость. Кто имеет ум, то сочти число живущего. Потому что живущего превратили в животного, в животное – в зверя, но при этом грех. Это число человеческое. Число его 666. Отсюда и трактовка. Что вот этот антихрист, как Дух непосновый, должен родиться в человеке. С этими метками. И отсюда, чтобы показать. Вы же не знаете, что за человек переживает. Правильно, да? И человек у вас спрашивает. Как у вас? Любой американец показывает. 666. То есть меня не трошу, но я все в советке. То есть 666. Три шестерки. То есть ясно, да? Смотри, начертанно. Три шестерки. Но у нас непознанный дух. Лунный. Поэтому, заметьте, а раз он лунный, значит он проявляется только когда? При полной луне. Но чего он боится? Света. Так? Если он отраженным светом. Поэтому и службы когда негады спрашивают. Всеночные. Заутренние. То есть когда? Лунная света. Какая-нибудь ухо не натретье. А? Какая-нибудь ухо не натретье. Не, ну Андрея на таком кресте. У них распяли. Говорят. Они. То есть, ну это их. То есть, здесь мы говорим о другом. Что? А? Какой-нибудь ухо не боится. Ну, те, кто служит вот этому. Они, как бы, говорят одно, но делают другое. Они служат другому. Вы просто вдумайтесь. Почти, что этот сатаны, этот одеял, этот одеял. Вот одеял пришел и сказал, слышь, вот тебе список. Читай по нему. И это все от меня. То есть, не зря же фраза звучит уже не одно столетие. Самая большая хитрость дьявола в том, что он всем внушил, что его нет. То есть, победа его в том, что он внушил, что его как бы и нет. А Бог постоянно носит, орет. Я есть, я есть, я есть. А ему никто не верит. Отражение-то, по идее, и есть образы подобные. А? Отражение-то, по идее, и есть образы подобные. Конечно. Потому что есть число человеческое. Есть число человеческое. Но мы возвращаемся к образу. Дело. Дело. Видите? Как дело. Но еще дело. Дело. Это дело. То есть, то, что подтворяется. Для других пока непонятное. Это дело. А вот если я вот так напишу. Вот это будет, как мы сейчас все считаем, зло, да? Но зло, это незнание и невежество. Зло не абсолютно. То есть, вот это, в плавянском понимании, незнание и невежество. То есть, то, что на выходе за рамки восприятия. Не поздно людьми структура, а то, что людьми непознанно, это? О, объект. Нет, здесь я как сферу разбираю конечную форму. То есть, можно сказать, не поздно людьми деятельнее. Или форму существования. Я здесь как сферу. Потому что зло идет в этой форме. И зло идет вот в этой форме. То есть, это там как непознанное людьми что-то. Зло первое. Может быть, отцы или что-то. А? Может быть, что-то. Отцы или что-то. Почему отцы? Он. 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 Непознанное людьми оно. А вот это, как он. Непознанное людьми сияние. То есть, то, что свет им непонятен. То есть, запредельность. Это же у нас он. А здесь он. Он в понятии и оно, и она. А там непознанное людьми сияние. А там непознанное людьми сияние. То есть, выходящее за грань понимания. Ниже. И то, и другое. Оно выходит за грань понимания. Вот, взяло. Два пределами чувства. Два пределами. Свет и верхнее. Верхнее сияние. Сияние. Не свет. Сияние. Непознанное людьми сияние. Излучение. А не свет. Свет это уже. Излучение и сияние, оно может быть незрительное. А свет, он зрителен. Это уже совершенно другая структура. А вот и нижняя. А? Нижняя. Нижняя? Да. Непознанное людьми оно. То есть, здесь о каком-то явлении объекте можем говорить. Свет. 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 Дух? А это же непознанное. Дело. Да. Ну, как переводится обратно. Непознанный дух отражения. Я же сказал, что мы читаем как структуру, так же, как и в рунах. В эту сторону. А образа, восприятие как бы в обратном порядке. То есть, мы не только уходим от какого-то начальной точки. Ведь пусть 1000 верст начинается с первого шага. Но мы еще и постоянно оглядываем тебя на пройденный путь. Так и здесь. Прошел и обвинулся. И еще у нас. И еще у нас. А здесь у нас вот такая земля. 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 Земля здесь. дается во вселенском понимании. то, что входит в определенную систему, как составная часть. одновременно. земля. Земля называется то, с чем жизнь контактируется. или соприкасается. То есть, чтобы понять о системе, о системе, что входящая в систему. вот два месяца. Вот наше бытие. Это мы обозначили как 5. Правильно? Все, что находится за пределом, это 6. А вот сам предел, как вселенная, вселенская система. Это у нас будет 7. 2. Поэтому, смотрите. Я вот этот круг. я уменьшу заточки. И помните, мы разбирали на первом курсе. ключ. 7. Включение к темискверам. Вот мы ее. Раз. Включение к темиске. Включение к темиске. Главатская, благо, записала то, что ей сказали. Многое не поняла, но не дано. А что хоть записала. Земля, мы не только это, мы пишем, что это многоверная. Это многомерная форма существования, значит это тоже форма жизни. Поэтому ее и называли наши предки как Мать-Сыра-Земля. То есть Сыра, то есть изначально различная. Мать как бы плотная, Сыра изначально, Земля уже как бы плотное небесное тело. То есть все оно в себе порождающее. Сыра изначально. То есть, ну я вам еще раз напоминаю, я говорю вкратце. А теперь мы еще записали. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, итого мы уже записали, десять буквы. А теперь давайте с ними пообщаемся. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Вот эту форму мы уже разобрали. Да. А теперь, да, это понятие как бы вселенское, утверждающее, да? Добра сверхмирной. Ну, кто-то же это делает, чтобы добро приумнажалось. Здесь вам пока неведомо три образа. То есть глубинных образов. Ель, ер и он. Но заметьте, дождичь, здесь добро жизненное что? Она не просто где-то собрана. Она не просто где-то в начале сверхмеры. А она же у нас еще что? Дальше стоит жизнь. А жизнь. Это у нас разнообразие. То есть проявление. То есть добро где-то собранное, проявленное, переданное. На добрые дела. То есть если это у нас сотворяша, это уже сотворенное. То есть то, что собрали и для жизни передали. Поэтому у нас и форма дающий. Дашь бог. Дающий бог. Дающий бог. А бог он почему бог? Потому что он более оново созидает поток. Мы делаем одно, а бог создал больше. А боги-то предки наши. То есть по сравнению это. Предки. Мы создавали больше нашего. Мы же только начинаем создавать. Они в нашем мире творений. И там созидают в следующем и в последующем. То есть у них все равно творений и больше. Мир их наиболее многообразен. А это у нас же как стоит поток. Поток? Но поток какой? Сотворяющийся. Сотворяющийся. То есть это не остановлено. Вот он сотворил и все. Он продолжает сотворяша. То есть сотворять. То есть это вот если здесь добро передал. Уже все. Форма свершения. Свершилась. Ну мы еще вернемся. Будем разбирать. Есть. Это уже свершенная форма. То что свершилось. А это свершаемо. Сотворяющийся. То есть это свершаемо. Это продолжает существовать. Продолжение существования. Поэтому когда мы и говорим. Он. Он не аморфный. Посмотрите сюда. В русском языке. Когда про человека говорим. Вот он. Он не аморфный. Он продолжает существовать. Видите. Вот она. Поэтому у нас и продолжающая существовала. То есть не исчезнувши. Поэтому есть слова. Та. Которая. Прекратила существование. Вот там мы уже. Сотворяющийся. То есть продолжение существования. Уже не поставим. Та. 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 и вот сюда ставлю жизнь то есть ожидание если кто людина это ждал человек людина ждала в ожидании чего когда что-то будет сверхнедор теперь между двумя жизнями жажда жажда у нас по образу разбирается между двумя жизнями здесь сначала идет разнообразие вот здесь жизненное как бы вот разнообразие я в обратном жажду здесь у нас что жизненное разнообразие истоков необходимых сверх того для чего для ад существования то есть жажда жажда какого-то понятия это не только человек жаждет попить да тогда вы ему написали жажда воды а есть жажда знание на образе начала необходимых для то есть сверх того что у человека есть то есть видишь здесь у нас для дальнейшей жизни для дальнейшей жизни надо чтобы оно превысило изначально то что ему у кого-то жажда крови у кого-то жажда приключений у кого-то жажда покоя жажда познания жажда покушать жажда попить то есть то есть то есть заметили да что понятие жажда жажда она была в двух формах таких когда человеку надо было духовного для жизни больше тогда вот сюда вставляли еще одну жизнь жажда то есть иногда мы когда произносим оно звучит да вроде бы не написано в современных жажда 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 то есть как бы двойное то есть надо больше жизненного для дальнейшего существования то есть то есть для жизни всегда нужен свет это материя это как бы спрессованных свет ну вплотненная энергия и смотрите огонь что вожж сжигаем вожж огонь но иногда мы жизнь отправляем в поток и говорим зажгем огонь но если нам надо жизненно мы говорим зажжем огонь то есть да сейчас чуть чуть но это сохранилось будем говорить как форму слов а никак понятие глубинное то есть можно зажечь огонь мы зажигаем мы зажгем огонь Борщ сжигаем, но если возгорает, разгорает, то есть разные формы, то есть и огонь-то тоже будет разный. И там внутри, и там внутри, но только один огонь, будем говорить, будет вести жизнь, свет жизни. А другой будет форму жизни преобразовывать. Он будет не преобразовывать, то есть определенные формы бытия он как бы уже превратит в другие формы бытия. Поэтому, допустим, если на газе обед готовится, да, суп варится, там картошечка жарится, то в печи она не варится и не жарится, она готовится и томится. То есть есть сварить обед, а есть приготовить пищу. То есть дома, на отдельном листочке, чтобы как бы у вас ниже не подписывало дома на отдельном листочке, с этими десятью буквами вспомните слова. То есть именно вот эти десять буквами. Можете покопаться в словаре, чтобы мы потом еще их поразбирали. Ясно, да? А на всем урок Сим закончен. И будем это все внимательно дома разбирать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!